Желание знать о том, как чувствует себя плод, естественно для будущих мам. Прикладывание ладони к животу, они с волнением прислушиваются к своим ощущениям. Как живет малыш и что с ним происходит? Может он спит или сосет пальчик, переворачивается или кувыркается? С 16 недели связь с ребенком становится более ощутимой, поскольку женщина начинает чувствовать шевеление плода. Теперь ей очень интересно, почему в одни дни малыш более активен, а в другие его почти не слышно. Жизнь ребенка в животе матери идет по своим законам, которые плохо изучены. Известно одно, она насыщена и во многом зависит от настроения и самочувствия будущей мамы. Что же интересного происходит с малышом? Первое движение эмбрион делает на седьмой неделе беременности. На девятой неделе он поворачивает головку, шевелит ручками и ножками. С десятой эмбрион считается плодом. В это время он может трогать пуповину, касаться руками лица и половых органов. В конце первого триместра кроха умеет сжимать кулачки, учится контролировать движение пальцев, сосет пальчик на правой или левой руке. Так он усваивает мелкую моторику, развивает двигательные навыки. Постепенно малыш учится выражать свои эмоции. Отдельные мимические движения на лице заметны к двадцать пятой недели. К тридцать шестой ребенок может улыбаться, хмуриться, высовывать язычок. В его жизни происходят и другие интересные события. В утробе крого подтягивается и зевает несколько раз в день. Зевота наблюдается с десятой недели, а с двадцать пятой становится привычкой. Ребенок может зевать во время бодрствования и во сне. Плод пьет. Пить околоплодную жидкость он начинает с девятнадцатой недели. С этого времени кроха ощущает вкус, по-своему реагирует на него. Если вкус ему нравится, например, сладкий, он делает больше глотательных движений. Реакции на горькое и острое, например, крепкий чай, специи, становится сокращение количества глотаний. Ребенок писает. Время от времени кроха опорожняет мочевой пузырь, содержимое которого выделяется в околоплодную жидкость. Функции выделения осуществляет плацента. Малыш выполняет дыхательные движения. С десятой недели кроха делает по 40-70 дыхательных движений в минуту. Он дышит через плаценту, но заблаговременно готовится к легочному дыханию после родов. Кроха и кает. Эта неприятность может происходить с ним с десятой недели вынашивания. Длительность приступа нередко достигает 20 минут. Причиной этого считается избыточное попадание околоплодных вод в легкие или недостаток кислорода. Кроха бодрствует и спит. На чередование этих периодов не влияет состояние мамы и время суток. Особенно важной является фаза быстрого сна. На нее в сутки уходит 42% времени. В этот период совершенствуется нервная система. Малыш плачет. Ультразвуковые технологии позволили идентифицировать звуки, издаваемые плодом в мамином животике. Среди них отчетливо различимы те, что напоминают плач. При этом наблюдается дрожание нижней губы, что характерно для плача младенца. Это позволило специалистам сделать вывод, что очень важный навык коммуникации ребенок совершенствует внутриутробно. Иногда кроху совсем не слышно. Возможно, он спит, занимается изучением пальчиков или пуповины, или к нему поступает недостаточно кислорода. Когда он меняет положение, кровоток через пуповину усиливается и подача кислорода растет. В это время кроха проявляет активность. Если малыш чрезмерно активен, это не значит, что после рождения он будет беспокойнее младенцев, которые ведут себя тихо. Сначала у крохи совершенствуются функции осязания. Седьмой недели кожа может реагировать на холод и тепло. Малыш может чувствовать, что его окружают околоплодные воды, ощущать удары материнского сердца. Особую роль во внутриутробном развитии малыша играют звуки. Чтобы понять, как он слышит, достаточно нырнуть под воду. Именно в такой приглушенной форме малыш воспринимает звуки извне. К 25 неделе слуховой аппарат полностью развит. С этого времени очень важно разговаривать с крохой, рассказывать ему сказки, петь колыбельные. Малыш запомнит голоса близких людей и узнает их после рождения. Дискомфорт ребенку приносит шумные звуки, рок-музыка, ссоры, громкие телефонные звонки, работа кухонного комбайна. Глаза открываются примерно на 27 неделе. С этого момента плод реагирует на свет. Он различает черный, белый, серые цвета, видит смутные очертания конечностей и пуповины. Яркие солнечные лучи не нравятся малютке и он может поворачиваться к ним спиной. Шевеления и толчки могут говорить о том, что малыш голоден. Он питается через плаценту, куда поступают важные вещества от продуктов, которые ест мать. Через плаценту малыш получает от мамы не только питание, но и информацию. Например, когда она нервничает, поднимается уровень кортизола. Этот гормон участвует в поддержании энергетических ресурсов организма. И увеличение его концентрации отражается на состоянии малыша. Пульс плода замедляется, поскольку ему передается стресс от мамы. На стрессовые ситуации дети в утробе реагируют по-разному. Кто-то сворачивается в комочек, подбирает ручки и ножки ближе к телу. Кто-то становится нервным и беспокойным, а женщина при этом отмечает усиленное шевеление плода. К счастью, материнский организм способен защищать плод от стресса. Во втором триместре плацента вырабатывает определенный фермент, который блокирует действия кортизола. Однако при длительном стрессе у мамы эта защита выходит из строя. Обидеть малыша можно и в утробе. Если он чувствует разочарование, негатив, резкие интонации в голосе матери, то очень расстраивается. Важно внимательно относиться к своим мыслям и ощущениям во время беременности. Настроиться только на хорошее. Не стоит смотреть фильмы и читать книги, которые вызывают негатив. Полезными для малыша и его матери будут классическая музыка, книги со сказками, посещение живописных мест и здоровая еда.